Всем привет! Меня зовут Константин, а сегодня я расскажу о том, какое место и роль занимает активное обучение среди других инструментов, позволяющих сокращать затраты на разметку данных в компьютерном зрении. Несколько слов обо мне. Уже более 15 лет я в IT, в основном выполнял роли менеджера продуктов, проектов в e-com и тех направлениях. Последние три года работаю в компании MKS.com с фокусом на ML-продуктов в компьютерном зрении. Преимущественно это видеоаналитика, а в частности решение задач трекинга и аномалий детекшн. Меня вдохновляют мои продукты и задачи, которые они решают. Среди них система для предупреждения опасных ситуаций в бассейнах и сервис активного обучения для своих проектов. Кроме этого, я являюсь основателем сервиса для социализации людей с ограничениями по зрению, который я мечтаю дополнить инструментом для автотефлокомментирования фильмов и спектаклей на базе искусственного интеллекта. А еще мне нравится помогать ML-командам настраивать эффективные процессы для выпуска классных продуктов. Мой доклад по структуре будет следующим. Первым делом мы поговорим об актуальности темы и определимся в терминах активного обучения. Во-вторых, рассмотрим место и роль активного обучения среди других инструментов, сокращающих затраты на разметку. Далее обсудим границы применимости AL для CV-проектов. Сравним готовые решения, рассмотрим особенности реализации активного обучения для решения CV-задач, я поделюсь результатами наших экспериментов и в завершение ответим на вопрос о реалистичности создания low-code решения для активного обучения. Ну что, поехали! Итак, когда я только погрузился в ML, первое, на что я обратил внимание, это наличие колоссальных затрат на подготовку качественных данных. Причем зачастую анбординг нового клиента в продукт требует сбора дополнительного датасета, являющимся репрезентативным для фактических данных нового клиента. Например, система мониторинга просек для линий электропередач, обученная на данных Швейцарии, будет ошибаться при анализе космических снимков на территории России, как минимум из-за различия в климатических зонах. Как продуктолог я провел интервью с техледами и выяснил, что ключевыми проблемами ML-команд в CV являются следующие. Первое. Превышение бюджета на разметку и нарушение сроков проекта. Второе. Высокие затраты на внедрение проектов у новых клиентов. И третье. Колоссальные затраты на исследование новых подходов к разметке, которые, к сожалению, не всегда приводят к результатам. Решение, которое лежит на поверхности, это запилить автоаннотирование и крутой UX для разметки. Но куда тут угнаться за Сиват, Метой со своей Segmentation Anything Model и другими стартапами, которые уже шли по этой дороге. Проходя акселератор во фри, а также получив ценные инсайты от лидеров рынка, я пристально присмотрелся к активному обучению. Ведь круто, когда ты размечаешь меньше и делаешь это в разы быстрее. Мне кажется, это очень красивая концепция. Итак, что за зверь активное обучение? Под активным обучением я понимаю метод машинного обучения, при котором алгоритм сам выбирает наиболее полезные примеры для обучения, чтобы минимизировать количество требуемых данных для достижения заданной точности модели. Иными словами, в общем случае это итеративный процесс, когда мы с помощью человека делаем разметку первой порции данных, выбранной рандомно из пула неразмеченных данных. Далее, обучаем на ней модель, потом прогоняем через модель все неразмеченные данные, считаем их скор, какие из них будут наиболее информативными. По этому скору отбираем следующую порцию для разметки. Размечаем ее человеком и так далее, пока не получим требуемое качество модели. Стоит заметить, что результаты активного обучения будут сильно зависеть от выбора стратегии и от качества исходных данных. И вот тут понеслась. По классике выделяют две группы стратегии активного обучения. Методы неопределенности – это выбор изображений, на которых модель наиболее неуверена в своих предсказаниях. Например, можно выбирать изображения с наибольшей энтропией распределения вероятности предсказанных классов. Методы разнообразия – это выбор изображений, которые наиболее отличаются от тех, которые модель уже видела. Например, можно выбирать изображения, которые имеют максимальную попарную разницу векторов признаков. Когда мы определились в терминах, давайте посмотрим на место активного обучения среди других инструментов. Я выделяю четыре способа сокращения затрат на разметку. Первый – полуавтоматизированная разметка. Позволяет существенно сократить время на разметку, но в сложных доменах она еще не так хорошо справляется. Например, речь идет о SEM от MEDA. Также с ее помощью можно словить байз предразметки – это когда аннотаторы не будут замечать косяки модели и исправлять их. Генерация синтетических данных – второй инструмент – в среднем является не лучше, чем обучение на реальных данных и может быть требовательна к вычислительным мощностям в случае использования ГАНов. Краудсорсинг – хороший метод, не спорю, но он оприменим не во всех доменах, а также требователен к затратам на настройку процесса, чтобы получить качественную разметку. Активное обучение на фоне других способов выделяется возможностью работы в сложных доменах. Например, медицина, где для разметки необходимо привлекать экспертов и стоимость часа разметки высока. При этом он позволяет сократить количество размеченных изображений в несколько раз при сохранении приемлемого качества модели, а иногда и улучшить модель по сравнению с использованием рандомного сэмплирования. Во всех ли CV-проектах целесообразно использовать активное обучение? Давайте разбираться с точки зрения экономики проекта, текущих проблем с вашей моделью, а также в зависимости от решаемой CV-задачи и характеристики датасета. Я буду опираться на эксперименты, которые мы провели с командой mks.com. Чтобы оценить экономику, вам нужно ответить на 4 вопроса. В общем случае, если разметка дорогая, данных много и требуется эксперт, то вам стоит рассмотреть возможность использования активного обучения. Если разметка данных может быть выполнена неэкспертом и данных немного, то использование активного обучения, скорее всего, будет неоправдано, так как ваши затраты на имплементацию подхода не окупятся. Давайте рассмотрим пример. У нас имеется две задачи. Одна на классификацию, нужно научить модель отличать человека в маске. Другая на сегментацию. Для скоринга фермера нам нужно получать границы его полей. Стоимость единицы разметки я взял в среднюю по индустрии. Это 3 цента и 3 доллара, соответственно. Для сегментации мы пригласили эксперта. Остальные условия проектов представлены на слайде. Ну и что, как вы думаете, в каком случае стоит применять активное обучение? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте применим формулу оценки рентабельности инвестиций. ROI выражается в процентах и позволяет определить, насколько успешно или выгодно оказалась инвестиция в имплементацию активного обучения. Если ROI положительный, то инвестиция принесет прибыль. Чем выше значение ROI, тем более эффективной считается инвестиция. Однако следует отметить, что индекс рентабельности не учитывает время и косвенные факторы. Выполнив нехитрые расчеты, мы видим, что в нашем случае вложение в активное обучение для классификации будет убыточным. В случае с сегментацией, каждый вложенный в активное обучение рубль сократит затраты на разметку на 2,5 рубля. Рассмотрим маркеры, которые сигнализируют о необходимости обратить внимание на активное обучение с точки зрения текущего здоровья вашей модели. Активное обучение резонно применять, когда модель имеет высокую точность на обучении, но низкую на тестовом датасете. Причина может крыться в том, что датасет для обучения не репрезентативен. Какие-то примеры мы показываем модели нечасто, в связи с этим модель их не может выучить. В таком случае одним из решений собрать больше данных с этими редкими случаями. Активное обучение поможет автоматизировать и масштабировать этот процесс. Другим маркером является то, когда модель ошибается на нетипичных редких ситуациях. Обычно ваша модель перформит хорошо для некоторых классов и ситуаций. Например, редкие классы часто игнорируются обычными процедурами обучения. Но для некоторых доменов, например, медицина, редкие классы могут быть важнее других. В данном случае активное обучение поможет найти и выбрать из неразмеченных данных информативные изображения. Если вы знаете, что ищете, например, модель ошибается на грузовых машинах. Вы можете использовать метод поиска картинок по схожести, то есть искать эти самые грузовые машины. Или можно применить более универсальный способ, а именно использовать комбинацию. Ищем изображения, в которых модель не уверена в своих предсказаниях. И семантически эти изображения сильно отличны от тех, которые находятся в тренировочном наборе. Да, вы правильно догадались. Во втором случае мы используем комбинацию методов неопределенности и разнообразия. Хорошо. Давайте посмотрим на условия применимости методов активного обучения в зависимости от решаемой задачи и характеристик датасета, которые мы смогли выяснить в результате проведенных экспериментов. Больше всего опытов мы провели с классификацией. И я с уверенностью могу сказать, что для классификации активное обучение как минимум будет в два раза выгоднее, чем рандом на больших и несбалансированных датасетах с малым количеством непохожих классов. При этом хорошо работают обе стратегии неопределенность и разнообразие. Например, на датасете Celebrity мы определяли человек в очках или без них. Активное обучение не дало профита на многоклассовых и небольших датасетах, например, на классификации иероглифов и видов растений, если не использовать предтрейн-модель. На детекции мы провели в два раза меньше опыта. По предварительным результатам удалось сократить объем разметки в два раза с помощью метода неопределенности. Эксперименты проводили на Коки класс Кэт и на Доте детектировали четыре рандомных объекта. Замечу, что для несбалансированного датасета с кошками сработала стратегия выбора наиболее уверенного бокса. В случае стратегии с кошками видится узкое место, что мы можем не отобрать для обучения редкие случаи. Например, необычные породы кошек, например, лысые, так как у них скор будет маленький и они не попадут в выборку. Но так и есть, это цена того, что у нас вообще на начальном этапе нет хорошей модели. И те кошки, которые попали в первые партии разметки, скорее всего и так самые популярные. На последующих итерациях, когда мы получим более-менее точную модель, нужно будет вернуться к стратегии выбора по менее уверенным боксам, чтобы искать редкие виды. Итак, вывод. Есть уверенность, что активное обучение будет работать, но для этого потребуется большее количество настроечных параметров, чем в классификации. Вектором для поиска работающего метода разнообразия здесь мы выбрали построение хороших эмбэддингов для определения непохожих картинок. Что касается семантической сегментации, то здесь нам удалось получить выгоду в активном обучении на двух датасетах. Это сегментация четырех рандомных классов на доте и на ядрах клеток. Разнообразие пока не завелось. Опять же, мы в самом начале пути и сохраняем уверенность, что активное обучение здесь будет работать. Окей. Допустим, вы приняли решение попробовать активное обучение. Тогда я спешу вам сообщить, что на рынке есть готовые продукты, которые можно задействовать. Зачастую активное обучение как дополнительная фича предоставляют платформы по курированию и разметке данных. Среди них Superannotate, Labelbox, HSTi, сейчас они, кстати, Cloud Factory. Но они больше сфокусированы на своем основном функционале, на разметке и не уделяют особого внимания специфике активного обучения в компьютер-вижене. Особенно это касается тех платформ, которые позволяют размечать не только CV, но и другие модальности. От большинства из них вы максимум получите гид с несколькими методами неопределенности и возможность сортировки изображений по скору от активного обучения. Сам пайплайн или метод выборки придется допиливать вашей ML-команде. Таким образом, здесь не приходится говорить об активном обучении как о сервисе, когда команда, используя готовое решение, тратит минимальные ресурсы на эксперименты и настройку пайплайна для активного обучения. Но есть парочка специализированных продуктов. Прежде всего это Lightly. В нем вы найдете и неопределенность, и разнообразие, сможете построить полноценный пайплайн активного обучения. Единственное ограничение – ваш датасет должен быть размещен в облаке Google, Amazon или Microsoft. Для некоторых российских компаний это может являться стоп-фактором. Также вам будет необходимо задействовать собственную инфраструктуру для выполнения процессов активного обучения, в том числе для обучения моделей. Облачная платформа Lightly берет на себя лишь задачи по оркестрации потока работ и аналитику. Еще об одном продукте, точнее о его MVP, я расскажу подробнее в конце доклада. Не переключайтесь. Да, и еще забыл сказать, что попробовать эти решения, как обычно, получится бесплатно, но потом придется перейти на платный тариф, так как вы упретесь в ограничения, обычно по количеству обрабатываемых картинок. Платный тариф тортует от 350 баксов в месяц. Здорово. Идем дальше. Если сделать запрос на LeapHunt, то вы получите 21 решение с открытым кодом по топику активного обучения. Если отбросить из этого списка проекты, которые заточены под NLP и другие не относящиеся к теме задачи, то я бы советовал вам присмотреться к четырем интересным кандидатам. Первый. Модал. Предоставляет классный каркас для построения вашего пайплайна активного обучения, но всю внутрянку для CV вам придется реализовывать самостоятельно. Сам по себе модал не предоставляет специфические инструменты для обработки изображений или работы с CV-моделями. Encore Active. Из коробки вы получите только метод неопределенности с end-to-end тьюториалом для классификации, но зато его можно интегрировать с родной платформы для аннотирования изображений Encore. Baal. Предлагает API для разработки пайплайна на базе байесовского подхода. В качестве методов сэмплинга из коробки только методы неопределенности. Ну и Lightly попал в эту категорию со своим фреймворком для self-supervised леурнинга, который позволяет получать хорошие эмбейдинги для использования их в методах разнообразия. Ну что, давайте возвратимся к результатам наших экспериментов и заглянем под кат реализации активного обучения. Для классификации метод активного обучения можно реализовать с использованием статьи из блога Роберта Мунро. Скор для активного обучения рассчитывается на основе вероятности каждого предсказания. Скор высокий, если все классы имеют одинаковую вероятность и наоборот. Скор будет равен нулю, если модель назначала одному из классов стопроцентную вероятность. Используются четыре метода, которые отличаются количеством классов, которые берутся в расчет. Лист – это единица минус вероятность самого уверенного класса. Мерджин – здесь задействована разница между вероятностями двух самых уверенных классов. Энтропия – для расчета скорой используется энтропия уверенности всех классов. Скор будет стремиться к единице, когда модель не может принять решение. С методами разнообразия нам пришлось повозиться, конечно же, больше. Первый метод разнообразия – вае – получил свое название, так как в нем используется вариационный кодировщик. Размеченный датасет обучает сеть восстанавливать изображения без ошибок. Неразмеченные изображения ранжируются по ошибке восстановления. Если изображение восстанавливается с большой ошибкой, значит похожего не было в обучающем датасете. Такие изображения – кандидаты для разметки. Второй метод, обеспечивающий разнообразие, под рабочим названием – микчер. В нем размеченный датасет обучает сиамскую сеть для кодирования эмбейдингов размерностью 2, так, чтобы разные классы не соприкасались. После методом кластеризации гауссен микчи эмбейдинги размеченных изображений делятся на кластера, и мы предсказываем класс неразмеченных. Из каждого кластера выбираются сэмплы. Давайте разберемся, какой метод активного обучения сработал для задачи детекции. На первой порции разметки обучается детектор. Смотрим на каждую неразмеченную фотку. Детектируем боксы. Высчитываем скор фотографий по стратегии min, max или средней вероятности боксов, если их несколько. Отбираем среди всех фоток те, которые входят в диапазон худших или лучших, то есть в повышенном или пониженном скором. Какой диапазон применять зависит от задачи, а зависит от датасета. Из полученного кластера случайным образом выбираем фотки для разметки. Семантическая сегментация. На первой порции разметки обучается UNED. Смотрим на каждую неразмеченную фотку, предсказываем маску по формуле неопределенности margin. Только мы здесь берем максимальный скор из всех пикселей и получаем скор фотки. По сути, это отбор пикселей, максимально близких к вероятности 0.5. То есть UNED не знает, это объект или фон. Максимальный скор у этих фоток, где есть пиксели в масках с вероятностью 0.5. Минимальный скор получается у изображений, где есть только нолик или единичка. То есть модель здесь абсолютно уверена. Отбираем среди всех фотки с максимальным скором. Из полученного кластера случайно выбираем фотки для разметки. Продемонстрирую результаты экспериментов, которые нам удалось получить, используя описанные выше реализации методов активного обучения. Итак, для задачи классификации активное обучение позволяет сократить объем разметки в 10 раз и сэкономить 90 часов работы команды. На слайде вы можете увидеть графики с кривыми обучения для активного обучения, это оранжевая линия, и рандомного сэмплирования, голубая. Как мы видим, использование активного обучения может на порядок выиграть у рандома. Для задачи детекции объем разметки сокращается в 2 раза и позволяет сэкономить 29 часов разметчиков. Для задачи сегментации объем разметки сокращается в 2 раза и позволяет сэкономить 620 часов разметчиков. Замечу, что эксперимент проводился без использования инструментов авторазметки. Стоит заметить, что объем экономии будет отличаться в зависимости от обучаемой модели и датасета, но в среднем мы убедились, что активное обучение выигрывает у рандома. Ну что, круто, мы добрались до завершающего вопроса. В заключение я хотел бы уделить пару слов нашему продукту Seval AI, в который мы заложили весь накопленный опыт по активному обучению в CV. Пока это бета-мвп, но уже сейчас вы можете попробовать активное обучение для классификации и детекции. Взаимодействие с сервисом организовано через хорошо документированный REST API и есть демо-ноутбук. Типовой сценарий взаимодействия с сервисом выглядит следующим образом. Вы получаете API-ключ, загружаете фреймы и первоначальную разметку для запуска цикла активного обучения. Далее запускаете процесс на отбор данных для разметки, пока не будет достигнуто требуемое качество модели. После этого выгружаете веса модели по окончании процесса обучения. Мы активно развиваем продукт и в ближайших планах хотим добавить поддержку в сегментации и работу с облачными хранилищами. Так что welcome в продукт по QR-коду и спасибо за внимание, мои контакты на слайде. Ну и также, конечно, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!